Готов ответить на вопрос по поводу полярности, монополярности или многополярности мира. Тем более, у меня есть достаточно много близких друзей. Многие из них являются такими почитателями Соединенных Штатов Америки. Некоторые имеют гражданство американское. И вот так, сидя за столом, общаясь, я от них неоднократно уже многие-многие годы слышу концепцию. Приблизительно такую. Вот есть сосед такой пьяница, алкоголик, бедный, а есть рядом у него богатый, правильный сосед. Так вот, не должен ли правильный сосед навести порядок в доме у бедного? Вот абсолютно люди серьезно. Они высказывают, что да, он имеет право прийти туда силой, любым образом, и навести порядок у своего соседа. У меня это вызывает позиция довольно большой скепсис, я дискутирую. То есть, при правильной внутренней политике, при правильном подходе к решению социальных, внутренних проблем, внешняя политика какая-то разрушительная. Все горит, и тут островок спокойствия, как пример. Вы посмотрите уже, в Европе тоже сложностей масса. Перед развалом Советского Союза мир был стабилен. Там ничего не менялось. А сейчас стабильность потеряна. Сейчас пытаются найти вторую точку опоры. Россия хочет стать второй точкой опоры, чтобы ее кто-то слышал. Что кто-то принимал участие, принимал, скажем, вернее, к сердцу желания жителей России, их интересы. Они никому, не хочется принимать их во внимание. Поэтому, конечно, я надеюсь, что вот это напряжение не вылится в какие-то столкновения. Поскольку войны сейчас приобретают, они давно уже приобрели, если это войны между ядерными державами, это крайне, это невероятно опасно. И конфликты нужно решать не так, не с санкциями, понимаете. Ну вот, хорошо, что Путин, он имеет, ну, скажем, силу воли и выдержку. Но его ведь провоцируют. Его провоцируют. Он является главой мощнейшей державы. То есть, с большим ядерным потенциалом. Зачем провоцировать? Ну, хорошо, если, что у него такая выдержка. А вдруг у него меньше окажется выдержки. И мы все пострадаем. То есть, действия могут быть самые разные. На санкции, допустим, там, установка ядерных ракет на Кубе. И дальше что? Опять второй Карибский кризис, который первый раз чуть не закончился мировой войной. И ставить под второй мировую. Базы подводных лодок, допустим. Постоянное базирование. Но ответы. Дело в том, что нельзя делать действия, совершать поступки и надеяться, что не будет ответа. Когда что-то делаешь, или говоришь, или предлагаешь, всегда кто-то должен думать не о том, что оппонент убежит, спрячется и будет у ног просить милостыню и смиловеститься над ним. А человек может и другой ответ видеть в качестве необходимой меры. И вот в данном случае вот это вызывает страх. Вот непродуманность внешней политики, ставка на хаос, ставка на войну, события на Украине абсолютно, поддержка режима, который... Ну, свержение было Януковича. Зачем? Ну, можно было его переизбрать спокойно. Он готов был отдать свою власть через... Вот уже на сегодняшний день бы уже были законные выборы без переворота вооруженного. Но это бы не укладывалось в систему управляемого хаоса. Вот многополярность. Я не говорю о сотне там, но две-три точки, два-три центра силы абсолютно необходимы. Продолжение следует...